Дорогие братья и сестры, мы откроем Священное Писание, книгу Исход. Именно в этой книге содержится прямое повеление Господа отмечать праздник Жатвы. И прочитаем 16 стих. 16 стих книги Исход. 23 глава. 23 глава. Как хорошо, что вы бодрствуете. Прям хором спросили, а глава какая? Это приятно, братья и сестры, очень приятно. Наблюдай и праздник Жатвы первых плодов труда Твоего, какие Ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу свою. Дорогие братья и сестры, этот текст провозглашает очень важную истину. Наш Бог, Бог радости и веселья, наш Бог удивительный. Он блаженный Бог, это значит, что ему не скучно быть Богом. И Бог хочет, чтобы у нас были правильные поводы для правильной радости. Вот в частности, окончание полевых работ или праздник Жатвы является таким хорошим поводом для радости. В Палестине Жатва обыкновенно начиналась в начале апреля и оканчивалась, ну, где-то в июне, в некоторых нагорных частях, немного попозже. Конечно, это время очень тяжелое и непростое. И буквально от зари до зари люди трудились в полях для того, чтобы собрать урожай. Но это время, несмотря на свою тяжесть, все-таки было временем радости. И недаром в Библии сказано о веселье во время Жатвы. Это выражение так и вошло в жизнь. Веселяться, как во время Жатвы. И действительно, своим повелением о празднике Жатвы Бог преподал нам несколько драгоценных уроков. Первый урок – это урок благодарности. Наблюдай праздник Жатвы первых плодов труда твоего. Наблюдай, то есть обращай внимание, когда совершался праздник Жатвы, то первые плоды приносились в храм. И священник потрясал их пред Господом, он показывал, что вот это начало благословением уже положено. И благодарить Господа так же важно, благодарить за урожай так же важно, как посещать храм, как приносить жертвы за грех. И мы должны развивать в себе благодарное сердце. И самая великая беда – это сердце неблагодарное, это самый большой порог. И для того, чтобы этого порока, чтобы этот порок избежать, мы с вами должны развивать в себе благодарное сердце путем размышлений о том, что Бог сделал для нас. За ароматно пахнущим хлебом, за вот этими многочисленными фруктами, овощами стоит удивительная забота, многочисленные дела Господа. Я хотел бы назвать несколько причин, которые поощряют нас прославлять Бога. Вот верно сдать этот урок благодарности, я назову только пять причин, но вы на самом деле можете к ним прибавить еще пять, еще десять. Но если бы хотя бы мы столько исполняли благодарность Господу, было бы неплохо. И прежде всего, мы должны благодарить Бога за благоприятные погодные условия. Бог в меру посылал жаркого солнца, в меру посылал нам дождей, чтобы хотя бы что-то могло созреть на полях. И, конечно, за этим стоит Божья любовь и Божья забота. Помните, апостол Павел говорил язычникам, что Бог свидетельствует о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди времена плодоносные. И мы можем сказать, что хлеб на столе, вот здесь у нас на кафедре, овощи и фрукты, которые под кафедрой, все это зримые, ощутимые свидетельства Божьей любви к нам, Божьего расположения к нам. Мы можем назвать это вещественными доказательствами Божьей благодати. И очень важно, чтобы взирая на эти вещественные доказательства, мы бы поблагодарили Бога и за хлеб, и за морковь, и за капусту, и за тыкву, и за арбузу, и за виноград, за все, что мы с вами потребляем. И вы знаете, очень много людей получают от Бога урожай за счет благоприятных погодных условий, но его не благодарят. И Господь спрашивает, как когда-то Он спросил учеников своих, вот исцелились десять человек, почему только один пришел воздать славу Богу, а где же девять? И подумайте, сегодня Господь кормит миллиарды людей, но всего лишь один миллиард людей, ну это те, кто относит себя к числу христиан, благодарят Бога. Братья и сестры, как это плохо, когда мы не благодарим. Благодари Бога, задорованный земледельцем умение трудиться над урожаем. Вы знаете, 2 Коринфянам 9.10 говорит, дающий семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Вы видите, здесь сказано, что Бог дает семя сеющему. Бог снабжает премиантом земледельцев, и не только этим, но и знаниями, как надо возделывать культуру. Он наделяет знаниям в области селекции растений, чтобы получать новые сорта, устойчивые к болезням и засухе. И в области технологий Господь тоже дает людям мудрость, чтобы изобрести специальные машины, чтобы труд в сельском хозяйстве был более производительным. И я думаю, братья и сестры, сколь часто мы благодарили Бога за фермеров, за оставшихся колхозников, за инженеров, которые все это изобретали, машиностроители, которые воплощали в жизнь эти изобретения. Я думаю, наверное, нам в голову это не приходило делать, не правда ли? А ведь за этим стоит труд Бога. Но если бы он не дал этих идей инженерам, поверьте, они ничего бы не изобрели. Если бы он не дал этих идей ученых, они не вывели бы новые сорта растений. Благодарим ли мы Бога за это? Нужно благодарить Бога, что Он и взрастил урожай. Вы знаете, Павел говорит, и насаждающий, и поливающий, это не что, все Бог взращающий. Если Господь не благословит эти семена, они и не взойдут. И вы знаете, я думаю, что правильнее для Бога было бы вообще не благословлять всходы пшеницы, ржи и любых других злаков. Почему? Да потому что люди злоупотребляют дарами Бога. Вы же знаете, что из пшеницы делают не только хлеб, но и водку. Я уже говорил, что люди не благодарят Бога за данный урожай. Но Господь, несмотря на эту величайшую неблагодарность людей, взрастил урожай. Благодари Бога за то, что Он сохранил нашу страну от войны. Братья и сестры, ведь войны неизбежно связаны с лишениями, разрухой, с упадком сельского хозяйства. Разве можно сеять и жать там, где огнем прошлась война? Да и если бы случилась война, братья и сестры, мы не в состоянии были отпраздновать праздник Жатвы. Все нормировано, все по талонам, попробуйте поместите хлеб сюда во время войны. И мир на земле устанавливают не люди сами по себе, а Бог через людей. Об этом говорит 45-й Псалом, 9-й и 10-й стихи, что оказывается Бог прекращает брани от края и до края земли. Бог дает мирные времена. И разве мы не должны благодарить за это Бога? А разве мы не должны благодарить Бога за здоровье? Если у вас нет здоровья, вам и хлеб не мил. И вот то, что Бог дал здоровье, это позволяет нам праздновать праздник Жатвы, приобретать продукты питания. Я думаю, в связи с этим, братья и сестры, с даянием здоровья, мы благодарим Бога за медицинскую помощь, которую мы получали. А ведь это одно из средств для того, чтобы нам было хорошо. Поверьте, Бог может и без медицины исцелить. Но это немножко для нас сложновато, вот в каком отношении. Здесь нужно поисповедоваться, здесь нужно себя очищать от многого-многого. Здесь нужны особые молитвы служителей. А вот Господь облегчает нам жизнь, в некотором смысле, давая необходимое лекарство. И разве не по воле Его все это происходит? И вопрос вот в чем. Благодарим ли мы Бога за погоду, за знания, которые получают люди взращивать урожай, за мирное небо, за здоровье, за его милосердие? А ведь именно к этому призывает нас праздник Жатвы. Чтобы принося плоды в Дом Божий, человек мог благодарить Бога за то, что он все это сделал для него. Второй урок, который преподносит нам этот текст, и вообще праздник Жатвы, это урок трудолюбия. Еще раз обратимся к тексту. Здесь есть интересное местоимение. Наблюдай праздник Жатвы первых плодов труда твоего. Какие ты сеял на поле. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. В те времена еще не было такого вот жесткого распределения труда, который мы сейчас видим. Кто-то инженер, кто-то хлебопашец, кто-то ремесленник, кто-то строитель, кто-то еще. Очень много людей были заняты в сфере сельского хозяйства. Основное число людей было занято там. И, конечно, праздник Жатвы, это праздник их труда. И вы обратили внимание, что вот в Божьем повелении упоминаются такие местоимения, как твой, твоя, и дважды упоминается о труде, труд, работа твоя. Это значит, что человек должен работать. Лично должен работать. Ты и я, мы должны работать. Кто не работает, тот да не ест, говорит апостол Павел. И Бог желает, чтобы мы все понимали благословенность труда. Фактически, Жатва есть праздник трудолюбия. И качество труда, конечно, определяет и качество урожая. Вот в книге притчи есть такое наблюдение мудрого Соломона. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность покрылась крапивой, и каменная ограда его обрушилась. Посмотрел я и обратил сердце мое, и посмотрел и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. Библия одобряет трудолюбие, и Библия осуждает лень. Я хотел бы несколько наставлений с книг и притч прочитать, которые обличают лень и поощряют трудолюбие. И при этом хотел бы, чтобы мы не думали только о сфере материального, но и думали о сфере духовного. Ведь мы существа не только из плоти и костей, мы же еще и духовные существа. И мы трудимся не только руками, но мы трудимся душой нашей. И вот очень важно, чтобы в этих двух сферах у нас было равновесие. Писание говорит, книга притча, что лень нетерпимо с ней, нужно бороться. Пойди к муравью ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Вы видите, ленивый человек должен помочь себе, вдохновить себя. Чем? Посмотри, как муравьи трудятся. Если мало муравьев, посмотри на самых искренних служителей Евангелия. Почитай, как трудился апостол Павел. Почитай, как трудились самые лучшие деятели христианской веры. Почитай, как потрудились наши отцы в Самарской церкви. И когда ты увидишь, что они сделали, тогда ты поймешь, что ты еще ничего не сделал, ты еще ленив. Лень приводит к бедности, говорит книга притчи. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Братья и сестры, что верно физической жизни, верно и в духовной жизни? Если мы пускаем нашей духовной жизни идти самотеком, не прилагаем сознательных усилий, если мы ленивы в молитве, в изучении Писания, в общении с верующими, если мы ленивы в духовной борьбе, ленивы в сфере благовестия, если мы любим отдыхать больше, чем трудиться, то состояние духовной бедности нас не минует. Ленивый очень неприятен. Послушайте, притча 10.26 Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Очень неприятно побуждать ленивого человека к работе. Вы лучше сами все сделаете, чем будете заставлять такого человека трудиться. И кто-то сказал, ленивый печален, когда он ничего не делает. И еще более печалится, когда его попросят что-то сделать. Ленивый всегда будет занимать самое низкое, зависимое положение. Притча 12.24 Рука прилежных будет господствовать, а ленивый будет под данью. В духовном плане ленивого человека Господь не может использовать. И он всегда будет страдать своей невостребованностью. Помните, у Бога есть сосуды почетные и есть для низкого употребления. Я думаю, ленивый это сосуд для низкого употребления. Ленивый весьма странный человек. Послушайте притча 12.27 Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежнего многоценно. Странно, да, иметь что-то для пищи и эту пищу не приготовить. И мне это напоминает людей, христиан, которые имеют Слово Божие. Но это Слово Божие где-то у них там лежит на полочке. И они, имея это сокровище духовной пищи, ничего себе для души не готовят. Они ее первый день оставили голодный, второй день голодный. Ну, может быть, иногда на собрании прибегут, что-то послушают, тут же забудут. И в результате их духовная жизнь очень дистрофична. И сколько таких ленивцев находится в Церкви Христовой? Ленивый постоянно пребывает в желаниях, но не притворяет их в жизнь. Душа ленивого желает, но тщетно. А душа прилежных насытится. Вы знаете, любимое слово ленивого – завтра. Завтра покаюсь, завтра крещусь, завтра буду служить на Ниве Божьей, все сделаю завтра, но сегодня я еще немножко отдохну. Но это завтра никогда не наступает. У Бога есть повеление использовать только сегодняшний момент. Теперь, жизнь ленивых является пугалом для добрых людей. Притча 15-19. Путь ленивый – это как терновые плетения, а путь праведников – гладкий. Ну, я, конечно, не деревенский житель, просто себе представляю, что терновник – это вот что-то такое колючее, да? И когда из него делает изгородь, она, конечно, неровная, но к ней страшно приближаться. Можешь об эти колючки платье порвать. Лучше подальше. Вот так от ленивых христиан Святой Дух держится далеко. Все держатся подальше, потому что неприятно соприкасаться с ними. Ленивый все делает наполовину, никогда ничего не завершает. Притча 19-24. Он опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта. Он постоянно упускает благоприятные возможности. Ленивец зимой не пашет, поищет летом и нет ничего. Братья и сестры, вот я переживаю, что как бы для многих из нас вот этот проект «Ощути силу перемен» не оказался бы проектом упущенных возможностей. Когда вы могли бы активно послужить Господу, но вы не послужили. Олег Герсоныч, ты не помнишь, сколько участников было от нашей церкви на этом обучении? Вот послушайте, церковь Преображение, где почти тысячи членов, 37 человек пожелали разносить литературу. Вы знаете, если так будет, мне придется просить церкви освободить меня от пастырских обязанностей, потому что я не научил церковь ревновать о спасении людей. Если мы упускаем эти возможности, если нам хорошо сидеть, в то время как тысячи тысяч людей гибнет в этом мире, то тогда никем другим, как ленивцами, нас назвать нельзя. И что интересно, ленивец всегда находит себе оправдание, 22.13, ленивец говорит «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Так и вот все остальные члены церкви за минусом этих 37 нашли себе оправдание, почему они не могут пойти и вручить людям книгу и сказать о Христе. Я стесняюсь, это может быть одно оправдание. А еще самое распространенное «Кто-нибудь другой это сделает лучше, чем я». Ленивый всегда бежит от реальности, дверь ворочается на крючих своих, а ленивец на постели своей. Для него жить в грезах, в мечтаниях – это самое лучшее дело. Сон души – это самое страшное, что только может пережить человек. И ленивец очень горд. Ленивец в глазах своих, мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Его невозможно раскачать на какой-то труд. Братья и сестры, вопрос к нам, как мы воспринимаем этот урок трудолюбия? Бог призывает нас трудиться, и Он дает нашей церкви конкретные поручения, конкретное время с октября по декабрь месяц. И посвятить все силы на благовестие о Его чудном имени. Я в эту неделю познакомился еще больше с служением Джона Уэйсли, основатель методизма, который преодолел за 50 лет своего служения сотни тысяч километров, проповедуя Евангелие, в стужу и жару, во время дождя, во время наводнения и так далее. Казалось, ничто не могло его остановить в этом служении. Как только он слезал с лошади, он сразу становился либо за кафедру, что было редко, потому что его не пускали в церкви для проповеди Евангелия. Он тогда или на бочку становился, или на стул становился, или под деревом, и начинал сразу проповедовать Евангелие. И вот что он писал о себе. Как приятно человеку находиться в этом маленьком тихом месте. Однажды он попал на такое место. Что же мною движут не собственные пристрастия, но желание приблизить Царствие Божие. Я ищу другую страну, и потому я с готовностью принимаю удел странника. Человек не рожден, чтобы нежиться в тенечке. В этом мире мне не положен отдых. И вот так он трудился до глубокой старости. Только смерть закрыла его уста. И еще следующий урок, третий урок праздника Жатвы, это урок духовной ответственности. Вы знаете, все повеления Божьи носят такой нравственный характер. Даже когда Бог говорит о гигиенических процедурах, Он указывает на свое нравственное качество. Делайте это и это, потому что я святой Бог. Подумайте, Бог говорит, как бы умывайся, потому что я святой Бог. Причесывайся, потому что я святой Бог. Одевайся прилично, потому что я святой Бог. И примеры жатвы широко используются Богом для иллюстрации важных духовных истин. И когда человек приносил плоды своего труда в церковь, он должен был подумать также и о такой духовной стороне этого праздника, о нашей духовной ответственности. Третий урок это урок ответственности. Первый урок это урок благодарности, второй урок трудолюбия и третий урок урок нашей ответственности. Братья и сестры, мы ответственны за спасение погибающего мира. Люди, не познавшие спасение, рассматриваются Богом не как потенциальное топливо для ада, но как духовная жатва, и мы в ответе за это спасение. Вот этот текст Матфея 9.36. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслало делателей на жатву свою. Братья и сестры, многие из нас не умеют жать, то есть не умеют вот лично приводить душ Господа Иисусу Христу. Я согласен, что в этом нет личной вины во многих и многих случаях, но я хочу сказать вот о чем. Если вы не можете проповедовать, если вы не можете, ну, ярко как-то убедительно свидетельствовать, а вот молиться о том, чтобы кто-то за вас проповедовал, кто-то за вас свидетельствовал, разве вы не можете? И скажите, молитесь ли вы настойчиво, вспылкой, страстью Господу примерно о следующем? Господь, ты видишь, что вот я по своей природе очень робкий человек, я бы хотел всему миру рассказать о тебе, но стесняюсь. Боже, ну я прошу тебя, пожалуйста, вместо меня пошли человека, который мог бы говорить. И вот когда вы видите, что кто-то умеет проповедовать, кто-то умеет свидетельствовать, молитесь за него, молитесь, чтобы таких людей было больше и больше. Это, наверное, самый большой вклад, который мы можем внести в это дело спасения. Мы ответственны молиться за то, чтобы Бог выслал делателей на Ниву Свою. И не только об этом мы можем молиться, но мы можем молиться о другом. Господь, и все-таки, пожалуйста, употреби и меня. Я читал об одном человеке, который был очень стеснительный в своем свидетельстве. И вот он молился, Господи, ну ты знаешь, что я не могу открыть своих уст, чтобы кому-то сказать о тебе. Ну вот я буду брошюры тогда раздавать в транспорте, где я еду. Ну ты знаешь, что мне стыдно вручить эту брошюру человеку. Ну вот я оставлю вот прям, как только я должен выйти, я вскакиваю из своего сиденья, оставляю брошюрку и туда, чтобы никто даже и не подумал, что это я ее оставил. Хорошо, он стал так делать, а потом, Господи, что-то я не очень чувствую себя комфортно, помоги мне вот что сделать. Тому, кто рядом сидит, вот прежде чем я выйду, я мог ее дать и сказать, вот это для вас, и сразу в дверь. Хорошо, он стал делать так, даст и сразу в дверь. Хорошо, потом его это стало не удовлетворять, и он стал молиться, Господи, ну помоги мне, чтобы все-таки я не торопился к выходу. А вот хотя бы на середине моего пути я бы дал человеку эту брошюрку, а потом бы его спросил, а как он относится к Господу. И вы знаете, постепенно, постепенно этот человек не только стал хорошо беседовать, но он стал и хорошо проповедовать. Начало с маленького положено, братья и сестры, мы ответственны. В древности такую песню пели, где вы, познавшие радость спасения, где вы, омытые кровью Христа, или вы не видите наши мучения, или забыли завета Христа. В тьме беспросветном весь мир утопает, тысячи гибнут в неравной борьбе, в пламени адском вся внутренность тает. «Жальтесь, придите, зовем вас к себе». Мы не только ответственны за погибающие души, мы ответственны за свое духовное состояние. Когда человек приносил в храм эти плоды, он должен был вспомнить простой закон, который верен и в духовном мире, что человек посеет, то и пожнет. Об этом в Галатах сказано 6 глава, 7 и 10 стих. «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Братья и сестры, мы ответственны за то, кем мы становимся. Или духовными христианами, или плотскими христианами. Мы можем выбрать одно из двух. Или угождать Богу, или угождать себе. Угождать себе – это значит сеять в плоть. Угождать Богу – значит сеять в дух. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на конкретные действия сеяния в плоть. Апостол Павел пишет, дела в плоти известны, а не суть прелюбодеяния. Всякий, кто совершает мысленно даже этот грех, он сеет в плоть. Далее, нечистота, непотредство, идолослужение, волшебство и всякий, кто участвует в этом, расположен к этому, сеет в плоть. Конечно, таких у нас бы и не должно быть. Мы отлучаем от церкви тех, кто занимается волшебством или идолослужением. Но вот, далее идут христианские грехи, братья и сестры, вражда. Кто из нас участвует в каких-то семейных стычках, тот сеет в плоть. Ссоры, кажется, обыкновенное дело, ничего особенного. Милые ссорятся, словно тешатся. Примерно такая есть поговорка. Но Писание говорит, что это сеяние в плоть. Зависть, сеяние в плоть. Гнев, сеяние в плоть. Распри, разногласия, сеяние в плоть. Ереси, ненависть, убийство, пьянство, сеяние в плоть. И Павел говорит, что поступающий так, Царствие Божие не наследует. Мы ответственны за то, во что мы сеем. И когда зависть или вражда, или ненависть, или плохие мысли, похотливые мысли, начинают осаждать вас и просят вас, ну, посей нас, пожалуйста. Тогда скажите, нет. Нет, я буду сеять в дух, потому что от вас я пожну тление, духовную разруху. Я буду сеять в дух. Это любовь. 22 стих 5 главы послания Галатам. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вы ответственны за то, какими семенами, плоти или духа, вы засеяли поле вашей жизни. Вы ответственны за то, где вам предстоит провести вечность. И вам не нужно гадать на эту тему. Вы уже сегодня можете точно знать, где вы проведете вечность. И это знание открывает вам, во что вы сеете. Сеете ли вы для себя, в себя, в свои желания, или вы сеете все во славу Божию. Пусть Господь поможет нам, выслушав эти уроки, праздник жатвы, не забыть их. Это очень-очень важно. Пусть Господь поможет нам эти три урока притворить в жизнь. Помните, да? Первый урок – это благодарность. Благодари Бога за насущный хлеб, за картошку, за каждый овощ, за людей, которые этим занимаются. Благодари Бога за мир и за здоровье. Благодари. Второе – будь усердным в твоем служении. По природе мы ленивые люди. Раскачай себя, заставляй себя, плачь пред Богом, чтобы Святой Дух зажег тебя и побудил тебя идти спасать погибающих. И помни, что ты отвечаешь за то, какие результаты будут достигнуты в твоей жизни. Да благословит нас Господь. Помолимся. Господь, мы к Тебе приходим в этот час. Мы действительно благодарны Тебе за то, что несмотря не только на нечесть этого мира, но на нашу слабую ревность, Господь, благодарим Тебя, что Ты не лишаешь нас насущного хлеба. И действительно, то, что мы его имеем, и не только его, но многое другое, мы имеем исключительно по Твоей благодати. Если по заслугам, мы не достойны даже корки хлеба. Господь, благодарим Тебя, что не лишаешь нас Твоей милости. Мы просим Тебя, помоги нам быть трудолюбивыми, ответственными людьми. Господь, Ты знаешь, что вот этот проект начался в нашем городе. И мы так бы хотели, чтобы Ты употребил нас, каждого из нас для Твоей славы. Помоги, Господи, чтобы мы были у этих дверей. Не те, кто не так проповедует Евангелие, не те, кто не в полной мере привержен Твоему Божественному Слову. Но вот мы, которые знают истину, помоги, чтобы мы не упустили этих возможностей, но пригласили бы людей в церковь, тех, которые сами изъявят желание иметь контакт с нами верующими. Господь, зажги сердце каждого дитя Твоего, этой жажды послужить Тебе, чтобы не 38 человек, не 380 человек, но вся церковь были охвачены этим желанием Тебя прославить в Своем свидетельстве. Помоги нам сеять не в плоть, помоги нам сеять в дух, помоги, Господи, сеять Слово Твое, Слово спасения в окружающих людях. Мы просим ради Христа об этом. И также просим Тебя, Господи, за тех, кто видит себя совершенно бесплодным, помоги, чтобы такой человек обратился к Тебе в молитве. Помоги, чтобы он сказал Тебе слова покаяния и просил Тебя, чтобы Ты изменил его сердце, а Ты можешь это сделать, Господь. Мы просим Тебя, соверши ради Иисуса Христа Твою работу в наших душах. Пусть каждый из нас будет труженьком на Ниве Твоей. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok